итак всем доброе утро дорогие друзья всем доброе добрейшее утро начало недели хорошая что все было начало недели шавуатов говорят доброй недели вот желаю всем доброй недели и мы продолжаем изучать перте вот давайте кто сейчас к нам присоединяется я пока еще успел кое-что посмотреть с мудростью и светом здравствуйте откосов всем привет антон доброе утро так доброе утро все сейчас пока все собираются еще хочу одну вещь посмотреть успеть значит сейчас мы узнаем про про автора сегодняшней мечны что пишет очень интересная прям столько про него информация четверо вошедший в пардес да интересно то сейчас так хорошо я вам сброшу эту информацию тоже о нем в нем авторе сегодняшней мечны назвали его очень странно бензома бензома без имени то есть обычно же мы знаем что было имя например шимон там или раван гамлеель а вот он был хотя он был один из четверых вошедших пардес но но пардес это был высшее 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 куда можно зайти вообще своей мудростью он заходил в самое высшее место пардес это как знаете переводится на сегодня пардес это рай парадайс пардес это парадайс а на иврите пардес это сокращение четырех уровней понимания торы первый уровень понимания торы называется пшат простой смысл вот когда изучая штору то читая читая слова ты понимаешь простой смысл слов это пшат называется простой смысл и обычно когда когда даже не тору изучаешь а просто считая что-то ты понимаешь просто простой смысл слов дальше есть второй уровень который называется ремес ремес это намек когда у человека есть картина мира у него есть много он уже много учил тору начал мишли его ночью там но очень много у него истории то ему каждое слово торы каждое предложение она ему на что-то намекает она у него связано с другими местами теперь есть третий уровень называется драж драж это драж это такой уровень который который то что зашифровано то что можно расшифровать только зная определенные ключи шифрования это только знали эти ключи шифрования самый выдающийся раввина которые жили тысячи лет назад в какой-то момент передачи этих ключей расшифровки торы она передалась и мы знаем только то что они тогда расшифровали нам сообщили в талмуде значит этот драж уровень драж и И есть еще уровень, который называется СОД. Пардес это С, последнее СОД это Тайна. Тайна это через Тору, через слова Торы можно проникнуть совершенно в другой уровень реальности, в уровень духовной реальности, который вообще не связан с материальностью. И поэтому он и не связан со словами напрямую, но эти слова являются отражением этого уровня реальности. То есть есть высшая реальность, которая называется СОД, Тайна. Есть нижняя реальность, которая называется материальный мир, наш мир. Вот это вот Пардес называется. И вот говорили, что четыре мудреца зашли в Пардес. То есть они поднялись по всем-всем-всем уровням вот этой вот мудрости, поднялись в самый верх. И что с ними произошло? Вот автор нашей Мишны сегодняшней, Бен Зума, который мы будем изучать, Бен Зума, он умер. Он поднялся туда и умер. Представляете? То есть второй Бен Зума, это будет следующая наша Мишна, он сошел с ума. То есть у меня есть несколько знакомых, которые изучают Кабалу. И они, можно сказать, что они сошли с ума. То есть они в какой-то момент ушли в какое-то другое совершенно восприятие мира. И там их чуть-чуть, знаете, как шарахнула малеха. И у них отошли проводки. То есть они уже в этом мире, они перестали ориентироваться. То есть они вот так вот просто... Как это происходит? Человек своим вниманием, размышляя и изучая разные книги, он входит своим вниманием. Особенно они начинают учить Кабалу обычно по ночам. Это очень интересно, почему Кабалу учат по ночам. Потому что мысли людей создают шум. То есть каждый человек своими мыслями, он влияет на другого человека. Знаете, есть такая народная мудрость. С тем поведешься, от того и наберешься. И вот когда человек своими мыслями... Один человек хочет сосредоточиться на чем-то большом и великом. Он такой настраивается, настраивается. Он ловит вот эту вот волну, да, волну творчества. Творчество от словотворения. Он такой прям читает про все эти миры и так далее. И он туда прям уже готов войти. И тут ему бах такой. Ну мусор вытяни. Чего ты мусор не вытянул? Соседка, допустим, соседу говорит. Даже не его жена, а соседка соседу. Он такой бух и упал сразу с этой высоты. Поэтому кабалу учили ночью. Там очень тонкие такие вещи, что любой звук, любая мысль такая посторонняя, да, она человека может сбить. А если он сбился, то он может или сойти с ума, или даже умереть, если он слишком высоко поднялся. Так вот, Бен Зума, который сегодняшнюю нашу мечту сказал, он умер. То есть он поднялся очень высоко и умер. Бен Азай, он сошел с ума. Третий был, это был Ахер. Его звали Илеша Бенавуя. Он поднялся туда на самый, на самый верх. И оттуда сверху написано, что он отошел от Торы. То есть он почему-то вернулся обратно и отошел от Торы. Это отдельная история. Может когда-нибудь мы сделаем отдельный урок по вот этим вот. Мне интересно, когда мы перте вот закончим. Я думаю, что следующий цикл будет уроков, которые я хочу сделать. Это будет цикл о великих личностях, которые великие личности Торы. Там Маша Робейну, например, да, собрать про него информацию всю. Вот каким он был, почему он стал именно Маше Моисей, да. Или там Раби Акиева. Вот я бы очень хотел сделать про Илеша Бенавуя. Собрать всю информацию, сделать о нем урок. Это очень интересно. В общем, он вернулся и отошел от Торы. Он причем начал нарушать все, что можно было нарушать. Пошел на службу кремлянам, стал предателем, убийцей. Там вообще что-то он не делал. Ну может быть, кстати, сейчас у меня закралась такая еще идея. Да, первый раз у тебя, кстати, эту идею. И я ее нигде не слышал. Идея такая, что написано, что человек грешит только если в него вселился дух сумасшествия. То есть, потому что нормально человек, он же не пойдет против Бога. Так может быть, Бен Азай, он сошел с ума явно, то есть, он просто перестал ориентироваться. А Илеша Бенавуя сошел с ума неявно. То есть, он сошел с ума, он двинулся мозгами, но неявно, а просто пошел против Бога, да. То есть, все. Но факт в том, что он пошел против Бога. И четвертое, это был Раби Атива, который зашел и вышел с миром. Раби Атива, который был вот такой вот, он собранный, такая прям глыба человек. И он, знаете, что говорил? Вот я сейчас помню, он, когда описывалось в Талмуде, вот это их путешествие туда, да, куда они поднимались. Раби Атива говорил, что самое главное, самое главное, не искажать реальность. Самое главное быть в словах, вот просто не искажать ничего. И это очень такая сложная вещь, потому что, в принципе, слова уже искажают реальность. То есть, как только ты говоришь какое-то слово, то это слово, это как ярлык, который уже искажает реальность. Ну, особенно, если это слово описывает вообще не реальность, а абстрактное понятие, да. Тогда вообще, ну, то есть, это все слова, это дым такой. Хорошо, значит, что нам сказал Бензама? Это было предисловие о том, что, кто, кто он был. Он был высочайшего уровня, который поднялся на самый высоте уровень и умер. А что он нам сказал? Он нам сказал, что, Михахам, он спросил, да, кто такой мудрец? Он задал такой вопрос. Это первая глава, первая мишна четвертой главы. Значит, он спросил, кто мудрец? Михахам. Алумет Миколь Адам. Он сам же ответил. Хахам, мудрец, это тот, кто учится у каждого человека. Шинеймар, как говорил царь Давид, Миколь Меламдай Искалти. От каждого обучающего меня я умудрился. Ти Эдотеха Сихали. Потому что твое свидетельство божественное, оно говорило ко мне. Значит, давайте поймем, что он сказал первое. Первое, он задал вопрос, вообще, что самое важное? Какое самое важное качество у человека? Самое важное качество у человека, это его хохма, его мудрость. То есть, знает ли он, как работает мир, по каким принципам ты живешь. То есть, вот эти принципы у человека есть в голове, и эти принципы он в голову взял откуда-то. Нет человека, который бы выдумывал принципы, да. Ну, есть, конечно, там те, которые выдумывают себе принципы сумасшедшие. Но обычно человек свои основополагающие жизненные ценности, правила и так далее, он откуда-то принимает. Значит, хохма – это божественная мудрость. То есть, те люди, которые осознали и познали, что есть Бог, они говорят, я хочу жить, как Бог сказал жить. Как Бог сказал жить – это хохма, божественная мудрость. Также хохма называется, вообще, само слово хохма – это учение, да, учение. Не только тора. Тора – это учение божественное. А есть еще торат, например, там, математика, да. То есть, есть учение математика, учение физика. Есть торатный ум – это учение о ораторском мастерстве, как выступать. Так, говорит это Арабей Нуйона, что вообще, кто такой хохам, главное его качество – это любовь к учебе. Вот все, которые сейчас на уроке, можно вас назвать мудрецы, да. То есть, мудрец – это тот, кто хочет учиться. Не тот, кто ученый, который уже поучился, говорит, я все знаю. Это тупица вообще, да, которая говорит, я все знаю. Он этим показывает свою тупость, потому что все знать невозможно. И самим этим утверждением, что я все знаю, он полностью перекрывает вообще, ну, как бы, подозрения о его уме. То есть, мудрец – это как, это тот, который знает, что он не знает, и который стремится узнать. Вот этот хохам, да, алумет меколь адам. То есть, он готов учиться у каждого человека, он хочет постигать мудрость. И приводится царь Давид, который мало этого, что он учился у каждого человека, он говорил, что Мико Меландай Искарти, у каждого, кто меня поучал, я умудрился. Ти Эдотеха Сихали. Потому что божественное свидетельство говорило ко мне. Он мог увидеть божественный уровень в каждом человеке, в той информации, которая идет от каждого человека. Это уже там самый высочайший уровень. Самый высочайший уровень. Хорошо. Значит, теперь двигаемся дальше. Дальше спросил, спросил Бензума следующий вопрос. А кто такой Дибор? То есть, есть качество, мудрость, это самое главное. От того, какие у человека знания о мире, какие у него правила, как он воспринимает себя и мир, от этого зависит в его жизни все. То есть, все его решения, все его какие-то поступки, все его реакции, и все это зависит от той системы правил, которая есть у него в голове. И тот, кто не хочет учиться, то он замкнут в каком-то старом наборе старья. Да? Как вот он работает, продолжает Windows там 90-х годов. То есть, нужно все время обновлять свои знания, обновлять свои знания и углублять свое понимание Торы, углублять свое понимание психологии, углублять свое понимание человеческой природы, углублять свое понимание физиологии, например, и здоровья, потому что человек, он же меняет свой возраст. И в каждый период ему нужно обновить свои знания о том, как правильно жить, как правильно жить, как правильно питаться и так далее. Ну, естественно, что мудрость Всевышнего – это главная мудрость, это самое главное. Хорошо, двигаемся дальше. Второе качество по… задал вопрос Бензама, второе по важности качества, он задал вопрос. Ми Дибор, кто такой Дибор, кто такой богатырь, да? То есть Дибор – это богатырь, это физическая сила. И он говорит, нет, говорит, Дибор – это тот, кто ковешет ицро. Ковешет ицро – это богатырь, это тот, кто сумел овладеть своим ецарара. Ецарара – это свое инстинктивное начало. То есть очень интересно. Вот смотрите, кто… вот есть какой-то человек, да? Какой-то есть человек, неважно, там Антон или Татьяна, например. Ну, любого возьмем, да, из участников урока. Кто сильнее, Антон или Татьяна? Вот как вы думаете? Теперь нам, ну, можно предположить, что Антон ее сильнее, чем Татьяна. Но если мы посмотрим на то, что сказал нам Бензума, он нам сказал, что не так надо мерить. Надо мерить, кто из них больше умеет побеждать свои инстинкты, свое инстинктивное начало. Что это значит? Например, Татьяна, если она умеет побеждать свои инстинкты, свою природу, то есть она сильнее, чем свое животное начало, она начнет, например, тренироваться, она начнет бегать в начале 10 минут, потом 20, потом она пройдет, там, начнет час бегать, 2-3, потом она сможет пробежать 20 часов без остановки, а Антон не сможет. Почему? Потому что Антон, например, он любит отдыхать и любит себя жалеть. Но здесь приводит он еще один очень нюанс, который станет понятен после того, как он привел Бензума, привел доказательства из письменной Торы, кто такой Дибор. Давайте посмотрим, кто такой богатырь. Он говорит, как сказано, «Топ эрэ хапаем ми Дибор. Лучший терпеливый тот, кто умеет преодолевать свой гнев, чем богатырь. Умышель берухо милукет ир. И тот, кто властвует над своим духом, он лучше, чем тот, кто захватывает город». То есть он говорит, смотрите, вот это качество Дибор, мы меряем не физическую силу. То есть физическая сила, мы знаем, что тот же царь Давид, например, он убил Галията, который был намного его сильнее. Мы знаем, что в бою, например, побеждает не обязательно тот, кто физически сильнее, а побеждает тот, кто духом сильнее, кто сильнее духом, кто умеет преодолеть страх, кто умеет долго тренироваться, кто умеет и так далее. То есть тот, кто управляет своим духом, своим намерением, и у кого есть вот это вот качество, которое называется долготерпеливый, долготерпеливый, он умеет работать над собой, он умеет терпеть. Да, Алекс Поделков, например, да, он умеет, я помню сына его Давид, он как в Израиле, когда жил, он тренировался, он учил Талмуд, он овладел знаниями. То есть тот, кто в возрасте уже, да, становится религиозным, он обязан просто преодолеть свою слабость, иначе он не успеет за короткий период овладеть там большим, ну, знанием Тора и так далее. Хорошо, значит, первое, мы узнали, что мудрецом называется не тот, кто знает, а тот, кто хочет знать, у кого есть огромное стремление к знанию. Дибор, богатырь, это не тот, у кого есть сила, а кто умеет себя заставить тренироваться, кто побеждает свой гнев, побеждает свою слабость, побеждает свою лень. Он называется Дибором. Теперь он переходит к третьему качеству. То есть в жизни надо быть умным, в жизни надо быть, Дибор, сильным, сильным духом. И третье качество, богатый. Он говорит, кто такой богатый? Давайте разберемся. Миашир. Кто богатый? Эзуашир, он говорит. И дает тоже очень такой необычный ответ. Он дает ответ, что богатый, это тот, кто... Богатый, это тот, кто рад своему делу. То есть тоже интересная вещь. Есть у одного человека миллион долларов, и он все время работает день и ночь, день и ночь он пашет, ему не хватает 5 миллионов, он с работы не вылазит, все. Другой человек, он зарабатывает 1000 долларов в месяц, из них 200 откладывает, 800 долларов тратит на жизнь. И счастливый, довольный, вообще кайфует от жизни, говорит, у меня избыток. А другой говорит, у меня недостаток, мне не хватает. Он говорит, именно обратите на это внимание, что богатым называется только тот, кому хватает. А бедный, которому не хватает. И не важно, сколько у них денег, важно его ощущение. Рад он своему делу или не рад своему делу. Шенэмар, как сказано, дальше он приводит отрывок из письменной Тора, которая это доказывает. Идия капэйха титу халь, когда ты кушаешь плоды своих рук, ашрэйха витовлыха, счастлив ты и хорошо тебе. Ашрэйха, счастлив ты в этом мире, и товлыха льоламаба. То есть ты счастлив и в этом мире, и хорошо тебе в грядущем мире. Получается, что тот человек, который работает, зарабатывает и счастлив своему уделу, это самый лучший удел в жизни, который только есть. Тот, кто все время стремится к большему в деньгах, в материальном, тому все время не хватает. И он, когда написано, что тот, кто стремится к деньгам, мы учили в Каэлите, он не насытится деньгами. То есть чем больше ты стремишься к деньгам, тем больше тебе не хватает, тем больше у тебя проблем по ходу дела. То есть очень правильно он дал нам совет. Значит, какой он дал нам совет? Ми ашир, кто богатый, самэх бэхалко. Тот, кто рад своему уделу. Теперь и последнее, что он нам говорит, он задает нам вопрос. Вот три вещи он назвал. Это мудрость, надо стремиться к мудрости. Гвура, сила. Нужно побеждать свое злое начало, свою лень, свой страх, свою эмоциональность, гневливость и так далее. То есть сильный – это тот, кто умеет властвовать над собой. Что значит властвовать? То есть его интеллект, его интеллектуальная часть властвует над его эмоциональной частью. Кто богатый – это тот, который осознал, что богатство, оно не в количестве, а в том, как ты воспринимаешь материальные блага. И богатый – тот, кто счастлив своему уделу. И последнее, он сказал следующее, третье – «Эзеумихубат». А кто такой уважаемый? Он говорит, кто уважаемый? Он говорит, уважаемый, а Мехабет – это бреет. Тот, кто уважает создание. Вот кто уважаемый. Как сказано, «Тимихабдай Ахабет, Убазай Икалу». Как сказано, когда это бог сказал в пророках, что «Почитающих меня я буду почитать, а презирающих будут они опозорены». Что имеется в виду? Имеется в виду, смотрите, что человек, который все в этом мире возвращается. То есть, та мера, которую человек меряет, меряют ему с неба. И когда человек, он почитает людей просто так, как установка по умолчанию, потому что они создание бога. Когда он, например, первый здоровается со всеми, когда он улыбается, когда он добрый к людям, да, просто по умолчанию. Как следствие, он будет в ответ получать больше уважения, чем тот, который стремится. И он такой, уважайте меня, там, то. То есть, тот человек, который почитает других, я просто когда-то замерял количественно. Вот я очень люблю бегать. Я когда бегаю, если я первый здороваюсь с людьми, то со мной здороваются люди. Если я, ну, причем не все. Допустим, я бегу, по пути я встречаю 10 человек. Если я с каждым поздоровался первый, то тогда со мной 5 поздоровались, 5 не поздоровались. Если я первый ни с кем не здороваюсь, то тогда со мной поздороваются 2 человека, например, первые. Может, один. То есть, что получается? Чем больше я оказываю уважение людям, тем больше я получаю уважение к себе. Обратно я не делал почет. Но если бы я на каждого, например, так презрительно смотрел, типа, и говорил, ну, что, дураки, бегаете. Понятное дело, что, наверное, каждый пятый, он бы меня еще каким-то образом попытался бы обидеть в ответ. То есть, все возвращается. Как ты к людям относишься, это возвращается к тебе. Понятно. Да, вот мы сейчас изучили 4 очень важных качества, которые, в принципе, могут обеспечить человеку счастливую жизнь. Первое. Это божественная мудрость и вообще развитие своего интеллекта, изучение, изучение. От каждого человека можно учиться. И поэтому учиться – это вообще самая крутая вещь для мозга, для жизни. Постигать новые способы, новые знания. Это путь к молодости, путь к тому, чтобы хорошо себя чувствовать. Это путь к тому, чтобы в любом деле находить самый короткий путь. То есть, учиться – это первое. Мудрец тот, кто учится у всех. Второе. Дебор. Здоровье физическое зависит от того, насколько ты умеешь преодолевать свой ЕЦРАРА, свое злое начало, инстинктивную животную природу. Третье. Кто богатый – тот, кто счастлив в своем уделе. И четвертое. Четвертое. Кто уважаемый – тот, кто уважает другим. Все. Я вам желаю хорошего дня. Удачи, успехов. Напишите, пожалуйста, свои выводы из урока. И мы встретимся с Божьей помощью завтра. Удачи, успехов.